Песня «Утешителю души истинных» Песня «Утешителю души истинных» Песня «Утешителю души истинных» Песня «Утешителю души истинных» Не хватает Чуть-чуть не хватает Почему? Третья глава Третья глава 16-17 стихи 2 Коринфянам 3 глава 16-17 Но когда Обращаются к Господу Тогда это покрывало Снимается Господь есть Дух И где Дух Господень Там свобода Блаженный Феофилак Толкование Теперь говорит О способе Как могут Где у тебя очки? Надень-ка Ты там уже ошибку посчитаешь Мои дайте Как могут Как могут Исправиться Израильтяне Когда обращаются К Господу Говорит То есть Когда оставят закон И приступят К Духовному Евангелию Тогда снимается Покрывало Ибо Ибо И Моисей Как повествует История Когда обращался К Господу Снимал Себя покрывало А это Прообразовало Имеющее Быть после И именно Когда кто Обратится К Духу Ибо он Господь Тогда увидит Открытие Открытое лицо Законодателя Еще более Сам будет Наряду с Моисеем И будет Наслаждаться Славой Превосходящей Как сказано Славу Закона Ибо ее Даст Дух Как Господь И всемогущий Большой буквы В законе Было Игорь И рабство А в законе Духа И в Евангелии Свобода Так что Слава Господна Созерцается Беспрепятственно И свободно 3 глава 16-17 Да Я по отношению Слова Свобода Ну да Да Очень интересно Мне Помнится В начале Перестройки Какая-то Журналистка Западно Швецкая Или норвежская Там Разговаривает Еще Вчерашняя Советская И говорит А почему Вы об этом Не пишете Ну это Вот так Вам не разрешают Нет Мы свободны Она говорит Понятие свободы Надо Просто понять Вы выросли В том поколении Вы понимаете Свобода Ты заранее знаешь Что пропустит Будучи рабом Ты думаешь Что ты свободна А журналистка Подумала Да Действительно Так Но вы напишите Как есть Я скажу Я с этим касался Я сдаю материал Свободный курс Вечерний Барнаул Знаете Материал У нас не пойдет А почему Считатели Не поймут А как вы можете Считатели Поймут Не поймут Когда вы не дали Считателям Вы дайте Считателям Будут отзывы И тогда понятно Что они не приняли То есть Ты заранее знаешь Что не пропустит Главный редактор А редактор Главный знает Там Который сидит Администрация Финансирует газету Ну а там Коммунисты Они там Первое место Первое время Они всю власть держали Коммунисты После Ельцина Но она подумала Действительно так И вот это Свобода Свобода-то нету Внутри нету Она свобода внутри Я опять же Обращаюсь К собственному опыту Не когда-то А сегодня Я получаю Большое послание Но оно рвется На счастье Не пропуская Систем Она отречается Пишет мне священник Вот вы говорите Правила Эпитимья Священник И похоже Что он Верующий Вот вы говорите Эпитимья А почему Вы не ссылаетесь На более позднее решение Какие Так это же Собор Ну Собор Старое Есть новое И новый Собор Новое правило Как новая Конституция Старое устраняет Конституция Правила А какие А вот Регламент Петра Первого На какое Он отношение Имеет Ну а Петр Первый Сказал Что если Кто будет Эпитимю Накладывать Значит он Лишит Сосана И судить будут Ну он антихрист Это антихрист На русской земле А вы Рабы рабов Поповское племя И вы сегодня Ссылаетесь на регламент Петра Когда там уже Ни Петра нету Ни то что он сказал Никто нигде не пользуется А вы все еще Почему А вам выгодно это Выгодно Вы разрешаете все Вот это есть Великий инквизит Мы разрешим грех Антихрист говорит Вы спасаете Некоторых Гордых А тогда на Христа А мы вот решим Все и возьмем Грех на себя А все прихожане Так и понимают Батюшка сказал Я грех беру на себя Какой он может Грех взять Когда грех берет Только Христос Регламент Петра Первого Это мне сегодня Утром прислали Я не могу отвечать И что отвечать Я вижу что это Раб говорит Это раб рабов Он от природы Раб Кастрированный Он не знает Что такое Свобода Духа Ну Евангелие Святая Библия Говорит об этом Какое общение У праведности С неправедностью Дальше У Христа С Велиаром Почему ты это Не приводишь А они разрешают Все Батюшка берет Грех на себя Ну молодые Мне вчера Еще один говорит Я в таких грехах Живу И начинает Перечислять С товарищем В общежитии Ну мы оба верующие Ну а потом Запьем Закурим Опять блудим Ходим К батюшке А батюшка Все грехи снимает Ну мы опять уйдем И через неделю Опять то же самое И батюшка Опять грехи снимает Это антихристово царство Ничего там Христова нету Он должен быть Извержен И близко Не подходить к церкви Раз он не отстает От этого Эпитемия И главное Дальше перечисляет Эпитемии И перечисляет правильно Василий Великий Говорил Ну надо соразмерно Говорить Чтобы Иоанн Златоус Говорит Соразмерно Ну так Соразмерно Это уже Соборы решили Тебе зачем Когда Иоанн говорил В Златоусе не было Соборов-то этих Их не было Они пришли позже Он что Их опроверг Соборы эти Нет Ну блудник Отлучается на 8 Там лет Прилюбодей На 12 лет А вы на сколько Отлучаете Ну мы не можем Это раздирать Тело Христово Какое тело Какое гнилье Помойное Они не понимают Ничего Он живет этим Потому что Если правило включить Как у Георгия Кочеткова Там никого не будет Ну включи правило Что безбородый Должен стоять В 90% Вылетело И отец Аким В каком-то городе Уж не буду называть Ну батюшка И говорит Устал я исповедовать Ты поисповедуй Его представил народу Будет исповедовать Отец Аким А перед ним 150 человек Ну хорошо Ну что ты 50 Ты же не исповедуешь Никогда Даже Мне вот Они сидят трое С дыма Поговорить Мне надо время Время Вот он пришел Поговорить Я ему сказал Выходит Подожди Я еще не успел Да еще Ты пошла Я тебе дорога Еще кричу Подожди Не успел сказать Батюшка вышел И стал говорить Так Кто не постился Великий пост Даже прошедший И среду Пять несут Исповедовать не буду 80% 90% Выше Бабки остались Там Три старичка Так Кто бороду бреет Я исповедовать не буду Пока борода не остается Ни одного старичка нету Осталось Пять бабок Ну теперь Приступим А то я не могу Я целыми днями Исповедуюсь Амросий Юрасов По 300 человек Кого ты исповедуешься Мы с ним шли В Танменку поехали Я говорю Ты куриный помет В бочке Как хозяйка Раскрутишь Вот это твои Исповедовать А потом все осяло До следующего раза Но он то там остался И запах в воде И все Как ты дальше Показал на нос свой Это истинно так Но ты один раз Выкрути И бочку Прокинь Выжарь ее И тогда можно будет Думать Смех один Это не христианство Ничего нету И это говорят священники Нигде там в Москве Ну как говорят Книжники Иерусалимские Это самое грамотное Регламент Петра Действительно Петр говорил Если исповедуется И там что-то замешанное Государственное Священник обязан Доложить Властям Должен в КГБ В этот день доложить Да какая же та тайна Эта исповеда Ну и о церкви все отошли Это все описано Я говорит Раскаялся К революционерам Маленько Склонен был А потом вижу Не туда тянуто И думаю Ну А батюшка исповедитель Говорит Ты с революционерами Сущенник не знаешь Да я раньше знался Тут маленько Батюшка доложил Его сразу Того Кого он хотел бы еще Я говорит Никого не знаю больше Я ни с кем был А там в другом городе было С кем был В каком городе Где было Ему надо Чтобы революции Где-то не было А этому Десять лет хлопнули У него все разрушено Была невеста Все И теперь он сидит И на исповеди Пришел к батюшке И говорит Я глядеть не могу На этих попов Я же на исповеди Ему сказал Я никакого зла не сделал Я просто был знаком Зачем язык-то меня дернул Так это поп меня понудил-то Я не знаю Исповедитель перед вами Нет батюшка Я ненавижу вас Я глядеть на вас не могу Вот весь ответ Это официально Описывается Спиридоном Который работал там С преступниками И теперь приходится Исповедовать Дорационную Так оно сегодня Такое же Вплотную подошло На исповеди Сейчас скажи Что ты Ну у нас тут Небольшая группа есть Мы думаем там Правительство Переворот сделает Завтра же тебя На крючок И подвесят Как путь Гитлера За подбородок И на крюк Поэтому Надо быть свободным Не допускать греха А во-вторых Надо понимать Где ты не мог сказать Не все надо говорить Ну ты знаешь И об этом нет пользы Никакой Я вот что хотел сказать О свободе Можно я Да Конечно Градик Не случайно Задел это скобом Это ключевое слово Всей нашей жизни Свободным Может быть Только во Христе Как бы мы не говорили Отрицательно О маслистской Философии Но она тоже Утверждала Что свобода Есть осознанная Необходимость Если бы Адам Осознавал Что вот это Необходимо Что Адам Сказали Вот в тот день Который вкусишь То смертью умрешь До того момента Пока он Соблюдал эту заповедь Он был свободен Как только ее Приступил Он стал Несвободным Несвободным От греха Так и мы Если свободны Тогда мы Во Христе Когда мы соблюдаем Заповеди Его Живем по заповедям Его Тогда у нас Нет других авторитетов Кроме Христа Тогда мы свободны Говорить Правильно Во Христе Только в этом ключе Вот тогда будет Правильное понимание Свободы Вот мы сегодня Наши братья Выходят Ну просто вовызли Что я с ним разговариваю Я говорю Почему ты не знаешь Что я на занятие Но я же свободен Я могу оставаться Я не могу не оставаться Правильно Да Вот такое понимание Свободы Так я говорю Ты ни разу не был Тебя не было Даже на канон Андрея Крискова Ни разу не приходишь Ни на одном Здесь собрание Половина уже выскочил Поехал Ну это конец Ты когда-то придет Ну я же свободен Это же не тоталитарная Секта Ну и поехали Да ты как раз И не свободен Грех тебя влечет Свободен Это означает Я избираю Осознанную необходимость Какая Необходимость спасения Это первое Если я не спасусь Все остальное Не имеет никакого смысла Если после смерти Я нырну в ад Вниз головой Вот у меня необходимость Быть верным Богу Это моя свобода Я выбираю Христа Одного Христа И ничего кроме Христа Вспомните Печаль сатаны Когда он Выбор последний Уже идет Когда для крушения И он перед ним Предстал во весь рост Этот сатана Которому служил Выбирай Он говорит Выбираю Христа Одного Христа Бога Вот И дальше Что Крушение Уже на берегу Лежит А потом Смотрит В английский Парламент Заходит Заходит Там свой Представитель Ну Назовем Там Жириновский Немсок Кто и там И тогда были другие И рядом с ним И идет Человек То есть Дьявол В образе человека Он уже видит Уже с другим Познакомился И заходит Мария Карелли Печаль сатаны Перевод Крокоткиной Книги Должно быть Правильное понимание Этого слова Свобода И правильное Использование Этой свободы Вот тогда Будет все на местах А иначе Просто погибли В вечности Я думаю Свобода до конца Только может быть понята Когда ты Смотришь На окончание Твоего выбора Да Адам бы если видел Что Вот эти войны Эти майданы Эти революции Это все будет Из одного Только движения его Боже мой Что я наделал Почему в третьей книге Ездра Ездра О Адам Что ты сделал Ты погиб не один Но и мы с тобой погибли Да какое же ты имел Право с тобой Распоряжать Это Ну я понимаю Поедут Ну сказали Нельзя ездить Ограждение стоит Лед тонкий Уже вода там Теплая течет Ну вот хорошее Сказали не ездить Шопер Проедем А двое съедут Да проедем Ездили А другие знать Еще не знают И автобус нырнул И все до одного Все Никого нету И что Да Надо выбирать Какое же ты имел Право рисковать Начинать войну Царь Царь войну начал Зачем Его предупреждал Распутин И твой дом Царский Все пойдет под нож И все достижения России И все война Война И Гитлер Все на твоей совести Царь будет Тем более Что японскую Проиграл Мог бы Все было Нет Война Нас всех объединит В народе Разногласия Этот царь до конца был Я до горбовой доски солдат Так до горбовой доски и пошел Теперь молимся Неужели ни одного пророка нет Возле руководителей Которые сегодня Чтобы сказали Что нужно делать Я всем один вопрос задаю И никто не может ответить Скажите Коста-Рика Вы слышали? Государство Приняли решение Президент такой Давайте армию полностью распустим Как без армии? А вот так Положимся на Бога И он вошел у них в историю Полностью армию всю расформировали Всю Оставили милиция Внутри часть смотреть за этим Так вот На образование Теперь только бесплатное будет Самые лучшие профессора Что были Самое медицинское образование Лучшее Газ бесплатное Электричество Чтобы бесплатно У каждого человека было Было Кто родится 40 тысяч ребенку Сразу на книжку ложится долларов Согласны? Да Проходит 50 лет Никто не нападает Вокруг воюет А их никто не трогает Это сегодня Настоящий момент Так на него При жизни Как на святого смотрели А он уже там старенький Все В президиуме сидит И видно что спит там А его как символ Тащат Показывают Ну почему сегодня Это не сказать Ну Да отойдите От военной Это угрозы друг другу Нельзя Нас задавят сразу Да и так И так задавят Что тебе непонятно Хотелось еще сказать Здесь видите Как написано Где дух Господень Там свобода И вот когда Господь Пришел К крещению К Иоанну креститься Последним Кто снишел Это дух святой Снишел И Подходит Иоанн креститель И говорит Мне ли от тебя Креститься И Господь говорит Говорит ему Так надлежит нам Исполнить всякую правду А всякая правда Это исполнение Законов Божьих А исполнение Закона Это есть любовь Вот так мы Через свободу В духе святом Через исполнение Законов Приходим К божественной Любви Вот в чем Любовь Вот в чем Свобода Божия В любви Вся любовь Божия здесь Чтобы мы Спокойно Свободно Исполняли Заповеди Его Ну о чем Тут Виктор Андреевич Говорил про Адама Пока он исполнял Он был свободен Мы едем Дорогой Дорогой едем И один брат Наши говорит Ну вот Людям нужна Свобода Там же есть Перемена Правителей Надо сместить Это Скажите Мы поехали Куда нас задержали Здесь Нет Так Мы едем По республикам По мусульманским Где-то Нам запрещают Нет Мы получили Выход за границу Куда хотим Безем Ты книги Какие издал Ты Под контроль Ставил Сенсор Нет Так Мы сегодня Что ели Не мешает Нет Хотели купить машину Нам дали Нам не запрещают Вернуться домой Нет Какой еще Свобода Нужно Нужно нам Так Не помню Ну то-то-то-то Я к тебе Сзади Подписался Сразу же Я сказал Другой свободы Нам ожидать Тобоязнь Больше некому Ты все Перечислил Сказал Насколько Хорошо Сегодня Есть Я обид Но я говорил Что сегодня Невообразимая Свобода У нас Я так Говорил О том Что мы Такой свободы Никогда Не видели Я говорю На практике И мы Остановились Помолились И дальше Никто Нам не мешает А больше Даже Мечтать страшно Какую еще Нам свободу Надо Нам главное Не воспользоваться Дурно Этой свободой Нам главное Не дурно Воспользоваться Этой свободой Телефон 18 От вас Мы же все Открытым лицом Лицем Ну лицом Как в зеркале Взерцали Взирая на славу Господню Преображаемся В тот же образ От славы В славу Как от Господня Духа Толкование Блаженный Феофилакт Мы наслаждаемся Говорит Такой свободой И благородством Что все Мы верные Не как Там Один Поисей Открытым лицем Ибо у верующих Нет покрывала Взирая на славу Господню Преображаемся В тот же образ От славы В славу То есть Получаем Ту же славу И подобно И подобно Зеркалу Приемля Блеск Отражаем Его Как серебро Лежащее Против солнца И само Испускает Некоторые лучи Под влиянием Солнца Так и мы Очищенные Духом В крещении И озаренные Его лучами Отражаем Некий Духовный Блеск И преобразуемся По тому же Образу От славы Духа Свою Славу И притом В такую Какую Свойственно Иметь Тому Кто Просвещен От Духа Господня Никому Неподчиненного Ибо Будучи Господом Он имеет И светочи Владычни Ибо Все верующие Через крещение Исполняются Духа Святаго И душа Их Просветляется Да и Моисей Видя Божественную Славу И сам Преобразился В нее То есть Сам Получил Блеск И лице Его Просветилось Прообразуя Нас Вопрос Можно Я не присутствовал На двух Презодучих Занятиях И вот Второй стиль Мы слышим Слово Покрывало О каком покрывале Речь идет Нет Мы ходили На том занятии А Моисеем Да я знаю Что он покрывал Своё лицо Чтобы Не ослеплять Присутствующих Предъяволейков После Общения С Богом А здесь Вот так Покрывали Речь идет Я не слышал Расскажите Братья На предыдущих Знаете Вы говорили Ну еще раз Прочитаю Где ты Я сейчас прочитаю Чтобы Что покрывало Чтобы брату Было понятно Откуда До ныне Когда не читает Моисея Покрывало Лежит на сердце Их Вот Какое покрывало На сердце Их Не закрыть Закон Божий Чем Новый завет Не верим Но мы их ослеплены Ибо то же самое Покрывало До ныне Остается не снятым При чтении Ветхого завета Потому что Оно снимается Христом Покрывало Разумение Слов Христовых То есть Непонимание Нового закона Данного Христом Именно так Спасибо Христос Слава Христу Просто мы же Все это читали Для нас Это как Здравствуйте Да Ну да Ну вот Поэтому Исквозь Тарики Президента Самая лучшая Наверное Да Почему у нас Бы так Кто-то не попробовал Как золотой Петушок Царствуй Лежа на боку Ничего не надо Только Каким золотому Петушку Надо обращаться А как Раз Путин Которого Вообще Никто мужика Не знает Хают его Хают все А сейчас Нет Нет Где-то Какие-то Документальные Фильмы И Это Самая Адициозная Фигура То есть Непонятная И Великая Такая И в то же время Все вокруг Вокруг От нее Что-то Крутятся И никто Не может сказать Он единственный Сказал Не воюй Один Против всей России Практически Не убей И показывают Документальный Фильм О Распутине Вот Площадь Представьте Ее И вот Этот Зимний дворец Царский Площадь Огромаднейшая Прям показывают Такое Как специально И прямо Тянется Вот там Стоял император Он вышел Там На руках Дядька держал Цесаревича Вот тут стояли Книжные Рассказывают И вот Здесь Полностью Представьте Все Заполнено Народом И вокруг Еще Показывают Миллионы Людей Стояли Когда Он провозглашал О войне И все Мы с тобой До конца Мы с тобой На колени упали Молились Там Все Вот Как войну Встречали Войну Встретили Как будто Христос С неба Сошел Вот это Освободились От греха А кто-то Один Стоял И потом Сейчас все А как Да что Ну Кровь останавливалась Младенца спасал И главное Ничего не требовалось Взамен Ни денег Ничего И не послушали Вот единственный Пророк-то и был В свободе Как еще Господь допустил Недаром Он говорил А как же Бог А его предупреждали Ты туда поедешь Да там же Светские Львы там Львицы Сожрут тебя Он А Бог А как же Бог Поехал с такой мыслью Помочь Чем-то мог помочь Может быть уже Еще бы лет пять Как не было царя Мы начинаем Четвертую главу Второй коринфян С первого стиха Посему Имея по милости Божьей А служение А служение И богослужение Это разная Слова А теперь Мысленно вообразим Что апостол Павел Мыслит Как мыслят Сегодняшние Священники Ну что его научили Три года Он учился Махать Какую книжку За какое Открывай Богослужение Я говорю А проповедь учили А зачем Кому надо Тот обратиться Сам Это старобрядцев Такое И Павел Говорит Вот это служение Прославляет Вот сейчас Мысленно вообразим Что Павла Кто-то бы взял И накачал Независимо от его желания Делать Как сегодняшние Архиереи Делать Как папы сегодняшние Ни налево Ни направо А что ты Учился Ты что говорил Это по боку Это не надо Что бы с ним было Кому был бы нужен Павел То есть он Весь был бы Состоял из того Чем живут Сегодняшние священники Вот Ну тро взять Сегодняшних Их туда переложить Как Салтыков щедрин делает Да Павла бы Не было бы Павла бы Как таково Не было Да никого бы не было Как мы знаем Да Павел бы Только староверы Без поповцев Игнатий Тихонович Господь же сказал Это Евангелие от Луки Пятая глава Он говорит Я Славлю Господа небо и земли Что он утаил от мудрых и разумных И открыл то младенцам Ну вот открыто было имена Хорошо что апостол Павлу Как младенцу А если бы Мудрым и разумным Попало это слово Ничего бы До нас и не дошло Но Господь Прославлял Самого Бога Как ни странно Не за великие чудеса А за то что Ваши имена Говорят Написаны на небе Потому что Пошли Уверовали И исполнили Еще 70 учеников Когда прибавилось Ну я вот могу сказать Что я помилован Господом Потому что я уверовал В его жертву Принесенную на кресте И поставил на служение Вот мы ходим с вами С братьями Благовестуем Я вот так о себе могу сказать А помилование Господне о себе И на служение То что я могу Идти благовест В свободе В свободе Да Ну и про уныние Тут еще сказано Почему никто Вопрос не задает Мы не унываем Вопросы какие Ну Только что же Господи Владыка Живота мой Дух Праздности Уныния Молимся Любоначалия Празнословия Никто никогда Градацию Это не прослеживал Почему праздности Уныния Любоначалия Празнословия Сребролюбия Почему такая Градация Это идет Это градация У Господа Они просто так Все Ну и святые Тоже не были Они были Наверное Движим И духом святым Иначе Почему мы повторяем Все это Праздность Потом идет Уныние Ну Вспомните себя Когда мы не на каноне Великого Андрея На великом каноне Покаянном Андрея Крисского Где мы тогда Пребываем Я не знаю Те братья Которых нет Устами И которые не молятся Нигде Они в этот момент Вот эту вот Печаль Вот это вот уныние У них на сердце Лежит или нет Вот я Когда где-то Не попаду Но у меня Такого не было Правда Бывает Когда я на работе Далеко Но Тут что Такие расстояния Что я понимаю Просто здесь уже Они непреодолимы Не ускачешь Так просто Ну когда Можно идти Вот можно И ты не пошел Вот тебе Пять минут Пятнадцать Ну полчаса Доехать И ты не доехал Ни к братьям Ни на общение Не попал Ни на моление Не попал И не помолился Еще вдобавок Даже на пятнадцать минут Уже уныние должно быть Уже пришел Вот я из своего опыта скажу Первый день Мне надо было заставлять себя Ну вот Я признаюсь Заставлять надо было Второй день Тоже заставлять А третий Четвертый Думаю Благодарю вас Да думаю Ну как это так Не пойти-то Думаю А почему в пять минут Еще не помолиться Это мы суббота И воскресенье Уже вся неделя А мы бы там тоже Выслили О каком унынии Можно говорить Когда вот Действительно Вместе мы говорим Это Избас нас от этого уныния От любоначаля Прознословие Мне вот нравится выражение Как ни странно Когда великих перечисляешь Я тут великого перечисляю Игнатика Началапкина Как он это Вообще Необыкновенное Вот мы тут с братьями Тоже беседуем Иной раз И вспоминаем Уныние От плохо сделанной работы Вот это печаль На сердце От плохо сделанной работы Как оно подходит Как только вот На Тихон Еще я тогда произнес Помню еще первое Первое время Когда я ходил Услышал это И думаю Ну-ка проверю А потом оно само проверилось Как-то оно все было Пока тут крещение Братья тут общение А бывает такое Особенно на работе У меня там что-то не ладится И вот это вот печаль И вдруг я почувствовал Я понял Так это надо К работе посерьезнее относиться И вот это мне очень сильно помогло И в моей работе Не говорю уже В трудах По Слову Божьему Ну каждый из нас Наверное Себя перед Словом Божьим Ставит и думает Как он знает Слово Божье Как он когда Предстанет перед Христом Его же нужно будет знать Ты по нему будешь отвечать Поэтому у тебя должны быть Какие-то средние познания От Слови Божьего И меня всегда изумляет Когда кто-то говорит А я пророков не люблю А я вот Ветхий Завет Не дочитал Или что-то Откровение Мне непонятно Я поэтому его не читал Да как так можно Быть верующим И не прочитать Слово Божье От одной буквы до другой Может какое-то слово Тебя спасет А ты и не знаешь Брат, спаси Христу Что ты выдернул это слово Как бы заострил Наше внимание на этом слове Уныние И пришла мне сейчас мысль Что уныние Испытывает каждый От плохо сделанной работы Это первое Второе Два отношения к этому унынию Один осознает Что он унывает От того что плохо сделал А другой не осознает В первом случае Если осознает Он продвигается вперед И пытается исправить Эту работу Сделать ее Довершить ее Усовершенствовать А второе Когда не осознает Он не понимает Почему у него это уныние А потому что нет Нет страха пред Богом И поэтому Совесть заглушена И он поэтому не понимает Что плохо сделана работа И это уныние Тогда приводит к следующему Прознословие уныние Любоначалье Следующий этап Там что будет Любоначалье Да Отчаяние Отчаяние А за отчаянием что? Ну Шаги Пропасть Пропасть Смерть Отчаяние Это полная безнадежность Это все уже Впал в отчаяние В висок И застрелился Спасибо Слава Христу Но я тут при чем Ну как Игнатий Тихонович Великий у нас Так что я могу сказать Минус О том что Мой грех Господь взял Вот какая я грешная А я сижу и раздумываю Что как трудно мне Или тяжело Да Тяжело физически А какая духовная От этого радость Это вот неделя Вот этого поста Которую мы провели Вот в такой общей Братской молитве Она как раз Подвигла Об этом подумать И я говорю И вот у меня было Такое состояние Что Я почувствовала Вот этот Ну как Результат Вот этого Труда Это Хорошо он сделан Нами Вот это был труд Это великий труд Молиться И я подумала Я сидела и думала Вот видишь Это мое было место На кресте И я ему так отвечаю Мужу Говорю Вить Ведь это же я должна была Быть на кресте А он за меня Он же с меня Снял вот эти все мои грехи И взвалил на себя И понес И он с удивлением На меня смотрел Я не знаю О чем он думал А в результате Он сказал Ты знаешь Вот я хочу верить А вот у меня нету Верой Вот нету Он хотел бы поверить А у него нету веры Я хочу себе представить это А я не могу Да помоги ему Господи Как он зовут Виктор Борода уже есть Помоги Господи Вот она и уныние Вот тут у него Он там в унынии Это и находится Вот в чем дело Он просто не осознает Как раз О том о чем сказал Виктор Андреевич Хочу признаться Что я даже Об этом типе людей Не думал Что они не осознают Своего уныния Это же так заметно Вот недавно говорили О Золотухине Сын у него В 24 года Парнишка Имел все У него Он там музыку сам писал Сам сочинял песни И у него группа какая-то была И он продвигался так Уже там И Алла Пугачева его заметила Там все там эти вот Это босс И он И он В один прекрасный момент Написал записку Никого не вините И с балкона шагнул С 11 там этажа Он жил Упал В дребезги Все И нет И у них там такая трагедия Почему Как Печаль Никто не знает Это Какое должно быть Уныние Это 24 года Передают Несколько Подряд Лет Было Каждый год Девочки От 8 лет И до 14 Подружки Там 8-9 лет 11-12 13-14 Одновременно Шагают С крыши Дома Где кто с балкона Прям Специально делают Все Пишут записки там Обычно в компьютерах И вот так прям И маленькие даже Тоже записки И шагают В эту пропасть Это как Это какое уныние Нужно развить было В людях Родителям В школе И везде Это дети Они были С такими Видать Нежными сердцами Как их надо было Лелеять Как надо заботиться О каждом человеке Это к нам обращение Чтоб мы шли бы Быстрее по улицам И каждому давали Евангелие У нас их очень много Красных Евангелий Ольга здесь прислала Множество Надо идти И может быть Это Евангелие Эти строчки Христовые Которые они прочтут В этом Евангелии Спасут кого-то еще Ну потому что Ну как еще успеть До Донецка Мы не успели Хотя Игнатий Иванович И успел там проехать Может быть Это и предопределило Что сейчас Хоть не стреляют Мы тоже не знаем До конца Потому что Если так-то взять Не так много еще Погибших людей Шесть тысяч А могло бы быть И шестьдесят И шесть миллионов Там потому что Хватает народу Поэтому Вот эта свобода Которая нам дана И вот уныние Через то Что мы эту свободу Не берем во Христе У кого уныние поступает Я вам сразу хочу сказать Возьмите Сразу зайдите В компьютер Если у кого нет Обязательно имейте Это каноны церкви И почитайте Каноны церкви Вам сразу станет Очень легко и просто Вы там посмотрите И сразу поймете Что Да куда я там унываю Вот кому надо Печаловаться Церкви Печальницы нашей Сколько не исполнения Вот как каноны Не открою У меня каноны всегда лежат Я открою каноны Думаю буду читать каноны И вот которых канонов нет Буду себе записывать Которые не исполняются Ничего практически не исполняется Вот Игнатик Он в каноны залез Не исполняются 57% Не исполняются Да? Представьте 57% Ну получается Как бы 40% исполняется Ну так чуть больше Так ты попади на эти 40% Там еще не поймешь Есть такие длинные каноны Читаешь Читаешь И ума разуму не двинешь Что это за канон К чему он относится Почему До сих пор Не сделали еще один канон Который бы Все эти каноны Нам поставил И рассказал Как сейчас-то к ним относиться Все только вот одно Придумывают Как этот священник Там Петр Первый Давайте возьмем Там Жуков Там Сталин Пускай нас подправит С Берией Почему сами-то Вот верующие Не соберутся Говорят Кирилл Патриарх Решил Восьмой Все православный собор Собрать Какие будут вопросы Ну не знаю Должны быть вопросы Сразу на первую очередь Поставлены Как нам относиться Вот Игнат Тихоныч их ставил В книге Для слов К истинному православию Они стоят Чтобы мы сразу Как правильно к еретикам Относиться Как относиться К клятве Вот эти все Крахоборства Как Ленин называл Крахоборства Блок ловить Мы должны все их Прям вытащить Вопросы А они Вот Везде Клятва Это вот маленький Такой блошиный Вытащить его Клятва нельзя Канонам запретить Дальше К войне призыв Благословлять Там технику Танки Там Солдат на войну Да вы что Сюда вытащить канон Опять его сюда Надо пришпилить Когда вы посмотрите Вот эти каноны Некогда унывать Братья Некогда Если ты уныл там Давай Сползи там С дивана Или где ты там уныл Там На какой полке Упади на колени На четыре кости И плачь Просто стой На этих четырех костях О том что Что впереди ждет нас И тебя тоже Зато и уныние это И тогда ты все поймешь А слезы для мужчины Нормально Если ты плачешь О своих грехах Ну а женщины Как говорится Они удобно Расположены к слезам Поэтому давайте Сестры Трудитесь тоже Второй стих Но отвергнув Скрытные Постыдные дела Не прибегая К хитрости И не искажая Слово Божие А открывая Их Представляем себя Совести Всякого человека Пред Богом Красиво говорил Апостол наш Дорогой Итак Толкование Указывает На лже апостолов Которые во всем Притворялись Вот хитрое слово К ним относится Они брали дары И представляли себя Неберущими Казались святыми А были нечисты Мы же Говорит Отвергли Такие дела Которые Обнаружившись Покрывают Делающего Их Позором То есть Такие Которые Совершаются Лицемерно Ибо Прибавляет Не прибегая К хитрости Так что Совершенное С лукавством Совершенное С лукавством И есть то Что навлекает Позор Впрочем Если будешь Разуметь это О делах Постыдных То в этом Ничего не будет Нового Ибо это Свойственно Лже апостолам Не только Говорит Жизнь наша Проста Чиста И свободна От беззаконий Но и в учении И в слове Нашем Нет обмана Ибо мы Ничего не Примешиваем К ним Из внешней мудрости Или что Нибудь льстивое Не собираем Деньги От проповеди И не говорим Сегодня Одно А завтра Другое Применяясь К времени И лицам Как поступают Лже апостолы Лже апостолы Представляют себя Наружно И для вида И кажутся Иными Нежели Каковы На самом деле А я Представляю себя Открывая Истину То есть Самые дела Употребляю Во свидетельство Так я Говорю Что ничего Не беру И имею Свидетелей Этими Вас Так поступаю И во всем Впрочем Вот как Я представляю Себя Всем людям Верующим И неверующим То есть Открывая Жизнь Свою И проповедуя Всем Открыто Так что Все Могут Разуметь А так Людей Можно Обмануть То Прибавляет Перед Богом Которого Апостолы Не принимают Во свидетели Ну Казалось бы Мы Тут сейчас Должны Вопросов Кучу Задать Давайте Сейчас Вот Игнать Тихон Шлапкин Дает Комментарий Сейчас Сначала Его Послушаем Потом Вопросы Должны Завариваться Вот мы Открыты Сегодня Говорят Прозрачный Бюджет Прозрачный Доход Это Особенно Сейчас В интернете Аватар Человек Который В интернете Скажи Что такое Аватар Ну-ка Толкни Под буквы Что такое Аватар Она Знает А что такое Лайкнуть Лайкнуть Кликнуть То есть Понравилось Тебе Лайк Ты лайк Нравится Откликнуть 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 А они Спрашивают Вот сейчас Допустим Где-то Ну Павел Это был открытый Я ходил Там-то поехал Говорит Там-то остановился Там была остановка Как он Путешествовал Где-то Мы ехали Мы разговариваем Вчера мне по телефону Звонит один священник А вы В Фюмени были Как же не были Были А книги ваши есть В президентской библиотеке Это Одна библиотека Кроме Москвы Где прямо Огромными буквами Наружу Выложены Президентская библиотека Видимо Борис Николаевич Организовал Какая-то Махрана Как нас провели Как приняли книги И разрешили Все это заснять Засняли Вообще удивительно А потом во дворе Специально Воходит вооруженный человек Заезжает машина Дверь Вообще Кто в Тобольске Как банк Какой-то Да Нисколько Ни меньше Даже может Еще и крепче Интересно Вот Ну У нас есть Что вспомнить Вот я другой раз В уме и деду Вот мы там-то ночевали Сергей На себе собаку крутил Где это было Это мы выехали Из Тогула Там где были А еще где-то Трудно вспомнить Вспоминается Как А где Трудно Все видят Что-то разное Ну что скажет Человек Который знает Только одну церковь Утром пришел Вечером пришел Что он скажет Когда все Литургия Молевия Литургия Канон Литургия Акапис Ничего нету И поэтому Они как огня боятся А сколько Батюшка доход А зачем вам это знать Он первым делом Это у меня Есть такой Применник Он Зачем это знать Это тупость Это неразвитость Почему я не боюсь Вот Евгения Дмитриевна Никитина Никогда не узнаешь Какая пенсия Вот она столик Здесь приобрела А я решил Такой же столик Купить И в жизнь Нельзя узнать А зачем вам это А что Ну сколько Ты заплатила За него Никак А почему А я знаю почему Потому что Человек ворует Наворовану Десятину не платит Я стал исследовать И нашел Какая причина Абсолютно точно Определенно Если я знаю Десятина А получает Семь с половиной тысяч Она должна Она говорит Я в кассу Ложила А Лена Принимает И говорит Там 750 Никогда ни разу Не было То есть она Во-первых Лжет Дальше ворует И чем кончилось Полностью Бог отнял веру Ни церкви Ничего нет Сейчас как сумасшедшая Сделалась И кто говорит Сын Ничего не может Делать Зовет Хоть поговорите С ней Бог не может Бесконечно терпеть Это безумие Все Бог отнял Она была здесь У меня прописана Нормальный человек Ездил на благовестие Но оказалось Внутри у ней Вот этот яд Яд лжи И все Бог отнял И вот теперь Мы открыты Всем Павел Габаров Мы где были Говорили Нас плохо приняли Там не приняли Я все выставил Где-то Вот Я бы мог А Золотухин Это не писать Это А я написал Как было И вот брат Сидит Игорь Он подтвердил Я скажу Что я этого не знаю Что такая реакция Там будет И там кто-то Смотреть будет Я сам удивлен Потому что Там женщина Он не таким выглядит Его там рисуют Он А то он другой Мы его увидим Ганонизируют Его там Ганонизируют Ну да А тут они увидели Что Человек не то Что я мне Ничто человеческое Мне не чуждо Это грешник Грешник Большой грешник Слабенький артист Третьесортный А из него там Раскрутили Возвели Как из Шукшина Там ничего нету Нету Какой там талант Талант у Высоцкого есть Но все Погубил сатана Который в нем был Он все время Черта видел Там Наркоман Пьянство Блуд Там нету Образца С кого образ писать То нету Он один образец Христос Христос Безначальный И бесконечный А они этого не знают Я все время Примерюсь Это я Любого Высоцкий я Шукшин это я То есть ничего Пустота Гремел бы Какими-то Если бы я не уверовал А здесь Теперь я вижу По сравнению С ними я никто С любым Но в глазах Божьих я другой Вообще Я открытый Признал все Свои грехи И недостатки Мы открыты Мне не стыдно Ну как не стыдно Ну раз оно снято Я прямо говорю Было у меня Я напивался Там такое было Вот и в армии было И вот такое-то было Грузили какие-то Ворованные Наверное На аэродроме Просили помочь Помогал Платили деньги Большие Зашло Не спросил Я глуп был Понимаете Человек Который не верующий Вот этого не понимает Да никто это не знает Зачем ты свой авторитет Подрываешь Я говорю Я обратился Среди сектантов Ну вот это-то Не говорил бы Ну понимаете Превославный Тебя нигде не будут Понимать А я говорю С 3,50 Как я нашел Библию Бог нашел Меня там Открыто Понимаешь И вчера Выставили материал Да сегодня Выставили материал Там Как в психиатрической больнице Я был И как исследовали Она говорит А я только что читаю Слово Божие Нету Где-то там В Калининграде Или где И открываю Под вашим Говорит Написано то же самое Да кто же Об этом будет говорить Да я был в психиатрии Да ты дурак Да тебя на учете Держали Меня не 2 Не 3 дня держали Меня 50 лет держали И все Снято Ничего нету Злоупотребление Советской психиатрии А к вам будут Как к дураку относиться Да я до дурака Еще не дорос Меня поэтому Господь мял Давил Жал Строгал Нашинковал на мелкое Я все сказал Кто бы еще не сказал Да у меня это в книге Описано Как Он думал Тайну открой А тебе Тебе из дома выйти нельзя Тебя запинают Как тогда Лавриненко Этот Сергей Николаевич Судились С ними Я говорю У меня в книге Все это написано А он меня этим Пугать потолкнет Про холод И больше ничего не знает Ничего Нашу сестру Одну стали так Из КГБ Из местного Алтайского Да мы про тебя Можем так сказать Вы про меня Все не знаете А вы знаете Что я была проводницей Ну да Я была супругой Всего мира Как Мария Египетская И что ты про меня скажешь Ты больше еще сказать Про меня Воровать Я не воровала Я торговала Телом своим И все И он Да ладно Я просто так хотел А не знаю На чем играть Что мы боимся Что то там Интимное там Какое то Я слово интимное Люблю У каждого Должна быть интимная Встреча с Господом В определенное время Ночи Дня Он ждет меня Мы двое с ним И я понимаю Его Он меня Интимное То есть это личное Близкое А сегодня интимное Это только О худом О совокуплении Понимаешь Когда до всего этого Дойдешь И ты открытый Перед Богом Тебе так легко Жить Каждый день Вот я Смотрю на закат На восток Володя сбегай Так какой то Восход сегодня интересный Володя побежал Сюда сфотографирует Я думаю Утром может Господь отзовет А может вечером На закате дня Смерти нет Просто ее нет Вот эти Смотрю Коптов режут А я мысленно С ними рядом Стал Постоял маленько Но меня там нет А Сергей Козлов Сразу понял Только встретились Он говорит Я понял Вы хотите умереть За Христа Ему это открыто Он прозрительный Вот на все Надо смотреть За порогом Когда оттуда я Как я Как оттуда будет Я вот говорю А когда меня близки Тут не вижу человека одного Я говорю Когда умрешь Возвратиться Это нельзя будет Нельзя будет войти В эту храмину И показать На что ты способен Нельзя пострадать За Христа Это все запредельно Кожура эта спала Это одежда Когда бы одетым Нам не оказаться Раздетым То есть Когда душа войдет В тело Не оказаться голыми От добрых дел Это все Бог открыл По благодати Как я должен Благодарить Бога Я должен это Открыто всем сказать У меня два брата Были родные Любили выпить Оба умерли Ни одного Нет из них Но я живу Я каждый день благодарю Надписи хорошие Это кто-то Понимаете Все Ну видно Художественный человек Талант И все божественное Я каждый день В этом плыву Эта любовь Сроднила нас Как мы съездили В каких опасностях были Ты помнишь Когда мы там выходили И нас задержали Где-то из Румынии Или где ночью-то были Я сказал Не разговаривать с ними В кабину Вышли сначала Подняли руки Ну только оттуда бежит Вообще никого Не хотели разговаривать Ну вот ваши документы Поезжайте Когда мы молились Отдельно В Даване Это Бог так делает А теперь я каждый раз Моляюсь Божьей Матери Благодарю Матери Божьей Как-то умягчалось Перца людей Как мы ехали А вспомни Где мы ночевали Когда мои собаку Там могли пристрелить А они всю ночь Там колготились Молодые мусульмане Ну молодые Там лет 25-30 Радостные Веселые Что-то они собираются Кучкой Разбегаются Опять собираются Я всю ночь за ними смотрю А мы рядом Рядом Прямо на их площадке Остановились И шли какими-то Тропами из Чечни С таким трудом Мы прошли там Прямо вниз Чуть-чуть И Господь руками Николая Вывел нас оттуда И как мы ночевали здесь Сели Ужжно Я собаку рядом привязал Прямо передо мной А вернулся назад С ружьем рядом Стоит человек Представь себе Он то ли залаял То ли еще Мы сразу собаки были Шили Да она воздушка была Да сегодня Писали От травматического оружия Погибло около 300 человек уже Его переделывают Под боевой патрон И прочее И они нас не тронули И мы ушли И теперь мои молитвы До смертного часа Будут наполнены радостью Что Нас в Швеции Так Бог нашел И так он дотащил Нас через эвакуатор И так переплыли И так нас там Встретил этот Валентин Из Испании Руководил им Димитрий С которым мы встречались И как мы обратно выехали До смертного часа Это будет перед глазами Это все Бог Это все от того Что мы открыты Мы сказали всему миру Куда Оттуда едем Сигнал даем Сергею Мы не тайно делали Перед поездкой Уже маршрут наш был известен Нас могли задержать Выловить Проезжаем через Ростовскую область Приехали В это время Говорят Там какая была банда Из милиции Останавливали машину Убивали людей И руководила всеми женщина Это мы через них Может не один раз проскочили А Ростовская область Это мы ездили Не натолкнули же мы на них Но милиция останавливает И мы остановились бы И они убивали Сколько людей Машины завладевали И там ужас сколько Считаешь Десятки людей уничтожили А мы там были Ростовская область В Ростовской области У нас ставка была Как ангелов Бог провел Это все на молитве Вот приходит И с молитвы уходить не хочется Господи Не могу я выразить Все эти благодарности Понимаешь как И все 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 молились И дома И там Вот что значит Любовь нас объединила Избрала И когда это перед тобой Ты все видишь Какие таланты Бог дает людям Которые тебя окружили И это облегчило Мою жизнь Все по другому Как страшно Подумай страшно мне теперь Когда не ту Открыл ты дверь Не той бы улицей прошел Меня не встретил Не нашел Знаешь эту песню? Да Представить Разве мне тебя Что я не ту Аклюбую Так давайте В прошлом выходной Воскресенье Игнатий Тихонович Нас пригласил После занятий Пригласил к себе Чтобы показать нам ролик Казани Копских христиан Этот ролик Очень коротенький Мы пришли все Ну сколько там было Желающие правда Мы пришли Просмотрели А он говорит И что Мы стоим Там кто-то там Что-то вот так А потом говорит Я вам повторю Он же очень короткий Очень короткий И повторил И мы все стоим Такие знаете Вот у меня такое было Состояние Что мне даже Трудно его высказать И когда Мы вышли С Валей Барышниковой Вышли А Валя говорит Я хочу Так же умереть Говорю Ты что Ты видела Хоть там одна женщина Стояла Я хочу Багрениться Я так же хочу Я говорю Но мы старухи Кому мы нужны Наша смерть Ты посмотри До 30 лет И кто стоял И какие лица Я говорю Валь А я увидела Что они уже Христа видят Что они его видят Как Стефан Когда его убивали А он говорит Я вижу небо Развершим И Христа Стоящего И на них лицах Написано Покойствие такое Одухотворенные лица Кто-то закрыл Кто-то так И молится Он говорит Да Так на меня повернулась Я говорю Мне так кажется Она Я хочу так же Опять же Хочется она так же умеетить Ну Я единственное Что хочу Сестры Кто не видел Кто не видел Это Посмотрите До 30 лет Молодые парни Ну ясно Что Ни побоев Ни чего Вы там крови Не увидите Ничего Вы увидите Тех людей Которых уже Христос Ждал Который ждал Их У себя У себя Понимаете Вы увидите Того Стефана Убиенного Вы посмотрите Вы посмотрите Если у вас там Есть вера Все перевернется У вас состояние будет Совершенно другое Смотреть на смерть Понимаете Совершенно другое Не бояться А желать Встречи со Христом Эта встреча у них уже Происходила Я таких людей Я не думаю Что есть такие люди На свете Которые не видя его Так могут принимать смерть И знаете Багреница И сзади чернота Черная стоит И постепенно Как цветочки Вот так Опадают Красненькие Они падают Просто Они падают Ни крови его не увидите Не бойтесь крови Вы ничего не увидите Единственное Посмотрите на их лица Все Посмотрите на их лица Это Стефана Увидите Убиенного В каждом лице его Я хотел сказать Еще на Вот этот ролик Когда я первый раз увидел Показывает По телевидению День Несколько раз В этих В новостях И я два или три раза Выйдем на новости Натолкнулся в телевизоре Даже один раз Уже вечером Специально искал Ну и показали Конечно Там во время И я все На лица смотрел Их И я подумал А у меня мысль такая Мелькнула А те кто снимают Этот ролик Они Прежде чем его выкладывать Они Сами то смотрели его хоть Я бы никогда Людей с такими лицами Их ведущими на казнь Я бы их никогда Не выставил В этот ролик Это позор Тем кто Не смог Не запугать их Ничего Они все Как на подбор Такое впечатление Как дети какие Такие простые Видно что Ну даже видно что Они не под каким там Ни наркотиком Ничего И у них Нету ни усмешек Ни каких то там Улыбок Таких Они такие Торжественно Спокойные То есть Мысль сразу Мелькает Думаю Не надо было Им такое Выставлять Это же Все таки Христиане Ну то есть Одно могу сказать Или это Какая то Актерская Актерская Подделка У меня сразу Мелькнула Или же Ну для того Чтобы запугать людей Как бы попытаться Или же Или же просто Они мусульмане Не знают Христа И не понимают Что Кровь христиан Всегда была Семенем Для того Чтобы христиан Еще больше Разрастало В этом мире Поэтому да Это то что Сестры увидели Я думал у меня Это одного Такое Вот Игнать Тихнич Тоже Но они всегда Рассматривают Пристально с Володей А тут я вижу Сестра тоже У этого Смотрела Думаю Ладно Скажу об этом Хотя это у меня Мелькнуло Просто в голове Сразу Вот это Ну я не знаю Как он Как он Называется 21 человек Убит 21 копт Как называется 21 копт Ролик спрашивает Алевтина Как называется Можно найти его В интернете Можно Как называется Казнь 21 копта Вот так будет Заряди Копты Копты христиан Копты главное Чтобы были Да Христиане Из других провинций Поднимаются Уже На войну И уже Показывают Молодежь Стоит С саблями Такими Мы этих Мусульман Гляди Как Гляди И показывают Как они Рубят Вот эти Это Говорит Вот наши А вы Как священник Противопоставляете Что-нибудь Он говорит Ну если Приходят Они В церковь Я говорю Проповедь Что мы Христиане Все-таки Ну а молодежь Говорит Их не остановить Говорит Видите Они какие Они вокруг Ходят Камеры Туда Сюда Опять Вот мы Эти мусульманам Опять Пройдут Ну а там Переводят Что они Так что Не везде Мученики Читаем Комментарии Игнатих Начал Лапкина Была Была Без фонограммы Теперь фонограммы Да Теперь Посмотрим В печатном виде Каждому Человеку Бог Назначает Срок Жизни И за Этот Короткий Период Времени Он должен Развить Себя Как Личность Преобразуясь В образ Божий Вот Поэтому Бог Дал Человеку Самый Страшный И смертельно Опасный Дар Свободу Как человек Воспользуется Этой Свободой Для угождения Себе Или для угождения Богу При угождении Себе Человек Имеет Какую-то Выгоду А чтобы Достичь Этой Выгоды Очень часто Приходится Перед кем-то Быть не тем Кто Ты Есть Кривить Совестью Что-то Не договаривать Или говорить Совсем Не то Человек Который Действующим Действующим Через совесть Если же Когда они Не только Не побуждают Доверившихся им Прихожан Проповедовать Всем открыто О Христе Но более того Всячески Препятствуют Этому И уничижают И клемят Тех Кто Проповедует Всем Открыто Проповедует Проповедует Всем Открыто Это Мы берем Из Контекста Вот Говорит Апостол Как я Представляю Себя Всем Людям Верующим И Неверующим То есть Открывая Жизнь Свою И Проповедуя Всем Открыто Так что Все Все Могут Разуметь Ну а так как Сейчас у нас В церкви Корысть И трусость Трусость И корысть И церковь Больна И даже Трижды больна Грехом Этими Трусостью То получается Что она Не только Не все Может говорить А говорить Может Очень маленькую Часть Даже Если еще Там Остается 43 Процента Канонов То из этих 43 Канонов Они могут Говорить Может быть Только По нескольким Особенно Любят О досаждении Епископу А слово Досаждение Там Не указано Нету Толкований На каноны И поэтому Все что ты Сейчас не скажешь Все что мы Не говорим Это все Относят К досаждению Епископов А и еще О канонической Территории Очень любят Говорить Сильно Можно вопрос Игнать Тихонович А вот эти Казненные Христиане Они Не оттуда Вы нам Показывали Как-то По компьютере В Каире Община Огромная Христиан Где В Каире Община Огромная Христиан Они не оттуда Не с этой Общины Нет Они из Лирии Каир-то Египет Она спрашивает Копты Это не Это есть Как раз оттуда Оттуда Да Вот мы с ним И шли Говорили Не оттуда Они вдруг Там Священник Самаван Но именно Конкретно От них Нет Они не указывают Но это именно То Именно Копты Да Это все Предсказано Гнали меня Буду гнать И вас Понят Это Предсказано И вступая На этот путь Ты уже должен Знать Как будет Я сегодня Выставил Маленький ролик Называется На сихсинскую Мадонну Я стихотворение Написал Давно уже А Витя Положил ее На музыку И поет Она идет Но Дальше Я выбрал Все Сихсинская Мадонна Как Рафаэль Писал Какие образы В какой капелле Как это было Как воспринимали Как русские люди И Достоевского Висела все время Перед ним Эта картина Он считал Лучшей картиной В мире Но действительно Рафаэль Лучший художник А эта картина Номер один У него Сихсинская Мадонна Это я все Выбрал И выставил А дальше Выставил биографию Из жития святых Святого папы Сикста И рядом Вторая фигура Так вот женщина Стоит Это Варвара Великомученица И я выставил Дальше Из жития Дмитрия Ростовского Из книг его Житие Варвары Понимаете Вот Маленький вроде Поет там Несколько минут А дальше Это сколько Выставил-то Бери Бери Считай И только Зайдешь В наш Маленький Ролик Витя Поет От силы Четыре минуты А считать Сколько Придется Ты даже Не знаешь Где Из разных Мест Выбрал Да еще Не выбрала И то Что здесь Нет Однажды Я читал Вот Понимаешь Это За давностью Времени Я могу Имена Переставить Даже Был Такой Этот Написал Сделал Статую Перекуем Мещина Орала Вучетич А она Я был В Нью-Йорке И она Там Перед Зданием ООН Эта Картина Сделана Скульптура Скульптура Она Скульптура Какая-то Из жести Или Из чего-то Такая Вот И когда Там Кто из них Сказал Сейчас Могу Ошибись Какое-то Отношение Вроде бы Юрий Бондарев Писатель Он сильно Про коммунистический Спросила Вот Картина-то Вся Правильно Но Ребенок На руках Сколько ему Возраста Ну Такой-то У ребенка Не бывает Таких Бластов Вы посмотрите На глаза Вот я Пронизаю Взглядом И Учетесь Будь Он бы Сказал Но Вы не забывайте Что этот Ребенок Бог И поэтому Взгляд Его И все Стало На место Так это Я считал Где-то В Огоньке Еще Там В 70-х Годах А сегодня Я не стал писать Потому что Некоторые Ну Не знаю Что Учетесь Сказал Знать Но Кому Сказал Надо бы Поточнее Данные И это Во мне Все сохранилось Теперь Я уже Смотрю На это Вот Такими Глазами Вот Сейчас Много Пишут Об этом Солженицы На его Предательстве Как он Был Стукачем И вот Гляжу Которые Идут Ни одного Истинного Слова Нет Вот Как Какие-то Шакалы Гиены Недостойная Праха Его Биографию Солженицы Никому В мире Не удавалось Создать Жизнью Свою Вот Как он Жил Как Арестовывали Как Он Был Как Написал Как Лауреат Нобелевской Премии Как Его Выслали И там Он Обличал Этот Запад И теперь Возвращается Торжественно Домой Проезжает Встречается С президентом И теперь Снова Его Зазирает Нет Такой Биографии От начала Мира Не было Это Не день Сяопин Там Сняли Поставили Как Жукова Там Были Такие Люди Это Совсем Другое Они Понять Не Могут И Вот Выискивают В нем Да Не Столько Тысяч Кораблин Говорит Неправильно Всего Там Было 450 Тысяч Репрессировано Где В России Это Коммунисты Да 450 Тысяч Один Алтайский Край Может Подарил У Меня Священник Когда В 1933 Году Их Гнали Из Магадана И Вот Туда В Ягодное Где Я Жил И У них Только В одной Палатке Замерзло Сразу 900 Человек И Ему Повезло Что Там Кто Это Дострелили Из пулеметов Он Говорит А мне Что Повезло Их 15 Человек Оставили Они Трупы Выбрасывали Во враг И Их Как Подсобных Рабочих Просто Гнали 900 То руки Кто Ноги Ну Шатре Очень Сильный Холод Никто Не знал Что 60 Градусов А они Пешком Шли А там 700 Километров Идти Вот так Вот Какие 450 Там Только На одной Колыме 10 Миллионов И скрывают Постоянно Ну да 2 Миллиона Было Потом 3 И потихоньку Наплавляют Наплавляют Потихоньку По чуть За золотом Туда Вы всех Послали Если бы Только Золото Стало Его стало Меньше Поэтому Смысла Не стало Посылать Кто Был на занятиях В университете Где Я вел Занятия И приходил К нам Один Которого Везли На Колыму Да Это Сейчас Николай Поэт Будь поклят Ты Колымаш Чудом Планеты Чудной Планетой Да Это он Написал И он Был Здесь Потом Он Там Где-то На Булыгин А мы Его Там Посетили Он К нам Сильно Привязался Но Потом Как-то Мы Потеряли Друг друга Как Их Везли Как Они В трюме Сидели И Как Они Узнали Это Самое Где Выходят И Ночью Решили Они Стенку Все-таки Разобрать Перебить Охрану А у Них Горючее Что-то С машиной Случилось Горючее Залило И Поэтому У них Насило По Волнам И К Америке Начало Подбивать Подбивать И Они Почему И Решили Захватить Оружие Живые Люди К Нам На Занятия Приходил И Когда К Охранникам Стал Подходить Один Проснулся Его Схватили Это Был Нар Николай Да Слушать Невозможно Без Слез И Он Такой Простой Как И Там Все Стреляли Убивали И Все Говорит А Когда Стоял Я На Площади Два Раза Ко мне Он Еще Подходил Он Помнит Помнил Все Я Говорю Ну Книгу То Вы Пишете Он Пишу Говорит Но Вот Не Знаю Как Издать Уже Говорит Написал Рассказываю О тех Кто Убегал Он Хотел Написать Все Но Не Знаю Потерялся Потом Наверное Умер И Главное Ему Возраст Был Не Матерился Женщина Не Знал Никогда Не Курил Не Пил И Было Последний Раз Ему 87 Что Лет У Меня Есть Еще Записи Где Они Хранятся Не Знаю На Катушечных Магетоконах Вот Этих Вот Осколки Гулага Кажется Я Назвал И Они О себе Говорят Две Я Поместил Это Кажется 12 Турме Мать Вали Конева Которая Умерла Была Мария Лампевна Такой Говорок Я Все Так И Записал Как Она Говорила Как Сосна Была С детьми Трое Ребятишек И Она С зверинами Тропами 700 Километров Тайгой Шла Пряталась Как Ночевала Где Что Ели Ужас Один И Ксения Ивана Емщикова Муж У Ней Был Директор Щеремлевского Завода Сахарного Десять лет Она Сидела И Вернулась И Игнатий А у меня Кассета Есть Даже Кассета Может Перецифровать Как-то Нет Нет Она У меня Стоит Очень Интересно И Александр Иванович Рассказывал Все Это Видели Мы Захватили Этих Людей Вот Когда Меня Судили Свидетелем Был От которого Голову Кришнаит Отрезал Геннадий Яковлев Потом Миромонах Григорий Его спрашивают А вы Что Знаете Судья Он Говорит Знаю Я Родился В ГУЛАГе Мама Меня Там Родила В ГУЛАГе Он Сын ГУЛАГа И у него Двоюродный Племянник Суслов Писали ему Михаил Андреевич Не ответил Все Это Позади И Бог Знал Вот Вам Бессаря Вам Что-то Такое Что-то Такое Похоже Не знаю Я В автобусе Давно Было Еще В политехе Занятия Были Со Спартака Лет 15 Может быть Назад В автобусе Мы ехали Еще Тогда Саша Фурсов Был С нами Был Я Не знаю Он С надеждой Стоял А я Сзади Стал И Мужчина Пьяный Мужчина Был Ну Пьяненький И что-то Он Там За разговором Разговаривает И что-то Про ГУЛАГ Зашло Я ГУЛАГ А я Ведь Там Был Вот Так Встречен Охранником Отвернулся Замолчал И В окно Отвернулся И все И я Понял Что он Не может Просто Об этом Говорить Он Так Задрожал Отвернулся И все Вот Вот почему-то Свидетельство Тех Кто Был Внутри Есть А тех Кто был Снаружи Почему нету Ведь те люди Могут быть Сейчас живые Еще Вы понимаете И пользоваться Пенсией И прочее Я не против Их Льгот Но почему Их-то нету Свидетельство Да что было Почему они Не подтверждают Боится За свою шкуру Да ему уже лет Уже На одну заварку Жизни осталось Что тут бояться Это расскажи Да я был Ведь не все Там стреляли Вы посмотрите Фильм Чекист Кто не смотрел Но это не для Слабонервных Ух ты Кино конечно Это очень жесткий фильм Женщинам Я бы вообще Не рекомендовал Смотреть Вот в чем дело Те люди Живые Там показаны Какие чекисты Они и были Кошмар Это отдельный разговор Просто чекист Запомните Вот и все Вот какие свидетельства Надо Чтобы люди понимали Что не 900 тысяч А может 20 миллионов Или 25 Чтобы вот это Не повторилось В стране Сейчас Вот Украина Возможно То же самое И там будет И все Про Украину Скажу Пришел водитель К нам Вот Он сам С Красногоровки Красногоровка А Донецка Там 20 километров Ну Игнатих Не знает Вот То есть жил там Даже улицу сказал И он последнее время Ездил по прошлому году Еще И встретился Значит с водителями С украинцами Из Харькова Вот И все наверное Заметили Что Юлии Тимошенко Нет она Нигде Ну не фигурирует Не фигурирует А знаете почему Нет И значит Предположили Такое предположение Высказано было Что нашли Очень много Захоронений С людьми Скрытыми Без органов И якобы Она была Замешана В этом Что вот эти Нацгвардейцы Всякие Вот эти батальоны Именно там шли И людей Это органы Да Удаляли А с Европы Были уже заказаны Эти органы И она непосредственно Там в этом Была задействована Ну это Дома И там очень Очень Люди Очень злые На украинцев На бандеровцев Вот на этом Очень злые Вот такая вот информация Насколько достоверно Не берусь Конечно судить Ну ясно Ну якобы Говорит И почему Ну когда все Это открылось Думали что То есть Это останется Все А когда Ополченцы Пошли сюда Стали И то есть Юлий Тимошенко Сейчас и что-то И не видно Даже Это было сказано Еще в первой полосе войны Что адвокат В особенности Тимошенко Замешано Что в этих С органами Еще в первой полосе Все когда Хорошо Ничего хорошего Конечно Давайте дальше Тогда еще Мы успеем Четвертая глава Третий стих Если же Закрыто Благовестование Наше То закрыто Для погибающих Толкование Сказав Выше Что хотя На израильтянах Лежит покрывало А мы Верующие Смотрим С непокрытым Лицом Теперь говорит Что Если Евангелие Закрыто То закрыто Для неверующих Ибо Что тогда Было с иудеями Относительно Моисея То же самое Теперь бывает С неверующими Относительно Евангелия Но в этом Виновны Они Они Евангелия Ибо Если бы Они уверовали Увидели бы Славу Божию Без покрова Но я думаю Здесь Стоит Вспомнить Слава Христа Когда он Сказал Слухом Услышите И Не Уразумеете И Увидите И Видят Глаза Есть И не Видят Уши Есть Не Слышат Вот так И Когда Спрашивают Апостолы Господи А почему Ты Все Притчами Говоришь Он Это им Притчами Говорю А вам Скажу Здесь Открыто И Начинает Толкование В том Или В другом Месте То есть Всегда Господь Сам Всегда Это Выделял Апостол Павел Здесь Еще Больше Нам Это Рассказывает Это Выделяет Это Евангелие Слово Берет Тогда Христос Не говорил Слово Евангелие Ну Вот так Вот В открытую Евангелизация Или там Господь Говорил О проповеди О благовестии Ну И Конечно О том Как Как Вместить В себя То учение Новое Которое Он говорит Ну Вот Мы Когда Смотрим Фильм Искупление Я не знаю Кто смотрел Его Там Очень Хорошо Вот Этот Иуда Проповедник Говорит Именно О том Как Евреям Как Неверующим Именно Ну Так Как Тогда Слово Божие Только В Израиле Оно Развилось В Палестине Оно Только Начало Выходить За пределы Палестины К Язычникам Почему Как Говорит Толководни Златоуста И Филакта Болгарского Господь Уже И Ушел Потому Что Все Было Сделано То есть Закваска Была Брошена Семя Умерло И Теперь Оно Должно Было Взойти И Дать Огромные Плоды Оно Дало Все До Конца Сторицы Все Дало Потому Что Вся Вселенная Была Как Мы Знаем Евангелизирована И Даже До Индии Мы знаем И в Индии Апостол Фома Там Был И в других Странах И в Англии Везде Мы видим Сейчас Сколько Христиан Недаром Эти копты Где-то В какой-то Африке Которую Мы уже Давно Забыли И Только Вспоминаем Теперь И Теперь Только Вспоминаем Об Этих Континентах Теплых Ну Там Они Есть В Африке Тоже Копты Так Что мы про Африку И говорим Про этих Не верю Есть В Африке Да Это Близний Восток Не Африку Не верю Они Рядом Не беру Которую Ну Каир Там Оходится В Африке Поэтому Давайте Географию Я знаю Немного Не будем В Африке Это Реван На границе Израиля В общем Там Очень тепло Запомните Это Очень тепло Но Нас Там Не ждут Нас Нигде Не ждут Проповедников Где ждут Нигде Не ждут Поэтому Сейчас у нас Как раз Идет Пост А Господь Написано Перед тем Как выйти На проповедь Он Был в посте 40 дней И 40 ночей И как Это помогло Ему Дай Бог Чтобы каждому Из нас Этот пост Также помог Ну А сейчас Господь Нас ждет Чтобы мы вышли Прям в пост Поблаговествовали Господь С 4 стиха 4 главы Второе послание К коринфянам Святого апостола Павла 4 Спасибо Бог Благословит Завтра Думаю Пойти Вопросы В музей Понеси книги Подарить Так что Вспомните Чтобы все У меня было хорошо Может быть Снять это надо Это бывший Краевой суд Где меня судили Мне это здание Очень близко С Володей пойдете Надо будет С Володей Заснять немножко С Володей Наверное А вот как раз Может быть У них этого и нет Что вы здесь Судины были Может они это Еще тоже в архив Что вы там Скажешь Что я буду там Директору Сразу пройти Ну там надо Где-то с 10 часов Вот директор А то я не возьму У них Так вопросы Еще есть Какие-то О свободе Спаси Христос И о комфортах Тоже вспомнили Вставай Божья милость Будь мне грешен Создав имя Господи Помилуй Бесчиславец И грешен Господи Прости меня Грешен Помилуй Отец Небесный Слава Тебе За этот Дивный Воскресный день За эту Святую Возможность Преклонять Колени Пред Тобою Помоги нам В радости Совершить Этот пост И встретить Пасху Христову Благослови Правителей По всему Лицу Земли Дай им Страх Твой Святой Какое строгое Взыскание Будет с них И приготовь Эту землю К великим И страшным Испытаниям За отступничество Тебе Дай мир Израилю Украине И России И слышанные Слова Дадут Добрые Ростки И плоды В нашей Душе Мы вспоминаем О всех Гонимых Убиваемых За слово Твоих детей Твоих Прими их В обители Небесной Укрепи Болящих На одре Болезни Лежащих Сергея Павла Александров Ты знаешь Именно Благослови их Мысли наши Возведи В горнему Исполни благодать И Духа Святого Даруй духовное Рождение Свыше Патриарху Папе И Епископам Священникам И всем Приходам Их Тебе Слава За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Нашу молитву Возьянье рук Как жертву вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Господи Соедини нашу Молитву С молитвами Всех святых Молящихся Тебе На небе И на земле Услыши Исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И Прими Нашу Молитву О всех Заповедавших Нам Молиться О них Спаси И помилуй Аллилуйя Аминь Говори Господи Владыка Слушай Ты Слыши Терапия Хвала Тебя Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Слава Иисусу Спасибо Иисусу Спасибо Иисусу Сестрички Если у кого Есть бутылки Пятилитвовые Тринеси Парочки Принесу У меня существует Спасибо